Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на пожары и загорания столичные спасатели совершили уже более 2200 выездов. За это время на пожарах погибли 8 граждан. 31 человек, в том числе ребенок, пострадали. В ходе боевой работы из опасных зон были спасены и эвакуированы 652 человека. Далее подробности происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. Во вторник утром службу спасения с просьбой о помощи позвонила пенсионерка. Ее кот застрял головой в металлической конструкции журнального стола. Женщина после инсульта и проживает одна, поэтому помочь своему питомцу самостоятельно не смогла. Работники МЧС с помощью подручных средств освободили кота. В этот день столичные спасатели помогали не только братьям нашим меньшим. В дежурную службу МЧС обратилась мама трехлетней девочки. Во время игры ребенок надел на палец пластиковое кольцо деталь конструктора. Но снять его самостоятельно ни девочка, ни мама не смогли. Спасатели кусачками аккуратно перекусили пластиковое кольцо и освободили палец ребенка. Медицинская помощь девочке не потребовалась. Гибелью хозяйки закончился пожар во вторник днем в квартире по улице Данилы Сердича. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в прихожей лежал 45-летний мужчина, а в соседней комнате без сознания его 70-летняя мать. Обоих пострадавших работники МЧС вынесли на улицу и передали бригаде врачей. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть женщины. Мужчина с отравлением продуктами горения был госпитализирован в больницу. Предполагается, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. На примере этого пожара хочется еще раз напомнить, что курение, особенно когда попутно употребляется спиртное, удовольствие сомнительное. В состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности, и из-за собственной неосторожности с огнем люди рискуют стать погорельцами. Причем нередки такие случаи, когда курит один член семьи, а в огне погибают все. Будьте осторожны с огнем, не прожигайте свою жизнь. Минск чрезвычайный. Во вторник вечером светильник едва не спалил учреждение здравоохранения. От печальных последствий 15-ю детскую поликлинику на улице Голубева спасла сработавшая система передачи извещения пожаре-молния. Причиной задымления в одном из кабинетов на первом этаже стало возгорание потолочного светильника. 20 работников учреждения и 8 посетителей, в том числе четверо детей, покинули здание самостоятельно еще до приезда работников МЧС. Никто не пострадал. И еще об одном инциденте вторника. Поздно вечером на МКАД прямо во время движения загорелся микроавтобус «Мерседес». Пламя мгновенно охватило крышу. Водитель остановился и попытался сбить его с помощью огнетушителя, но ничего не вышло. Помогли оперативно прибывшие спасатели. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Если в вашем автомобиле случился пожар, первым делом следует звонить по номеру 101. Если виден слабый дым, то можно попытаться потушить самостоятельно. Надо отключить клеммы аккумулятора и не допускать резкого притока кислорода, открывая нараспашку двери или капот. Затем следует использовать огнетушитель. Если речь идет о сильном возгорании, отойдите на безопасное расстояние. Всегда существует риск взрыва, особенно если речь идет о машине с газовым оборудованием. Минск чрезвычайный. В субботу во время вечернего ДТП на улице Тимирязева пострадали 4 человека. Водитель легкового автомобиля БМВ, двигаясь со стороны улицы Орловская в направлении улицы Радужной, не справился с управлением и протаранил, ехавший по встречной полосе Ауди. Водителю и пассажирке Ауди понадобилась помощь работников МЧС. Их с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали из покорежной машины. В воскресенье подготовка к отопительному сезону едва не оставила без крыши над головой жильцов квартиры по улице Осипенко. При проведении огневых работ в подвале дома были нарушены противопожарные требования, в результате чего в квартире, расположенной на первом этаже, произошло загорание деревянного пола и имущества. К счастью, оперативно прибывшие работники МЧС ликвидировали загорание и никто не пострадал. О происшествиях на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова